Мы рады приветствовать вас на канале Arderia. В январе 2017 года на крыше сборочного корпуса завода Arderia, расположенного в республике Адыгея, недалеко от города Краснодар, были установлены две системы солнечной генерации электроэнергии. Первая система – сетевая, оснащена on-grid инвентором мощностью 20 кВт, и вторая с off-grid инвентором на 5 кВт и аккумуляторами общей емкостью около 1000 Ач. Суммарная установленная мощность солнечной электростанции – 25 кВт, это четверть от полной мощности электростанции в 100 кВт, которые планируется установить в 2017 году. Солнечные панели, каждая из которых мощностью 250 Вт, установлены на оптимально ориентированную по Солнцу пространственную ферменную конструкцию. Это вынужденные мера. В зимний период времени Солнце находится низко над горизонтом, и расположение солнечных панелей на плоской крыше рядами друг за другом привело бы к затемнению, и ряды панелей пришлось бы ставить далеко друг от друга. В этом случае на крыше площадью 500 квадратных метров можно было бы установить только систему на 10 кВт. Ферменная конструкция состоит из модулей, которые собираются на земле и легко переносятся на крышу, где собираются в единую конструкцию. Ферма обирается на крышу в местах расположения опорных колонн здания через штанги. Данная конструкция фермы легкая и прочная. С января по май 2017 года собирались статистические данные выработанной электроэнергии. Результаты анализа статистических данных следующие. Республика Адыгея – одно из самых солнечных мест Российской Федерации. Влияние облачности на производство электроэнергии солнечными батареями определяющее. При пасмурной погоде и сплошной облачности выработка электроэнергии сокращается примерно в 8 раз. При облачной погоде сокращение мощности электростанции в 2-4 раза. Также большое влияние оказывает сезонный фактор и угол падения солнечных лучей относительно расположения панелей батарей. В ясную погоду в 12 часов разница в генерации энергии между январем и маем составляет около полутора раз. Данные анализы подтверждают, действительно, максимальная мощность солнечных батарей в 12 часов в ясную солнечную погоду, начиная с апреля месяца, составляет 20 кВт и 5 кВт по двум системам. В зимний период и в ясную погоду показания не превышают 12,5 и 3 кВт соответственно. Выработка электроэнергии в месяц в среднем составляет около 2,5 мВт. При расчете стоимости кВт-часа электроэнергии в 5 рублей, стоимость выработанной солнечной электростанции электроэнергии составляет около 12,5 тысяч рублей в месяц и около 150 тысяч в год. Экономическую целесообразность в применении солнечных батарей можно подсчитать следующим образом. Стоимость солнечных панелей этой электростанции составила 850 тысяч рублей, инвенторов 250 тысяч рублей, электрокабелей 60 тысяч рублей, металлоконструкции пространственной фермы с установкой 300 тысяч рублей, монтаж и настройка систем 80 тысяч рублей. Полная стоимость составила 1 миллион 540 тысяч рублей, годовое обслуживание 10 тысяч рублей. Таким образом, время окупаемости составит около 10 лет, если не будет проблем с инвенторами, и 12-14 лет при замене инвенторов один раз за время окупаемости. Срок эксплуатации солнечных панелей 25 лет. Наши выводы. Адыгея – очень солнечная республика, где в году около 300 дней светит солнце. Инвестиции составляют около 1000 долларов на киловатт выработанной электроэнергии. Считаем, что экономическая целесообразность использования солнечной генерации возможно только при расположении систем в регионах, где количество солнечных дней в году более 220. Смотрите наш канал Arderia. Если вас заинтересовал наш опыт использования солнечных батарей, пишите нам на сайт arderia.ru Аддрикат. Адрикат. 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 Продолжение следует...